всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня будет пересадка такого папоротника очень красивого очень интересного оплатицериум и немножко я расскажу о нем как я ухаживаю за ним что он любит и что не любит смотрите видео до конца будет интересно это у нас эпифитное растение произрастает она в тропических лесах любит произрастать на деревьях либо на скалах много грунта ему не нужно да и вообще ему земля не нужно принципе он любит кору такие красивые у него листья но это не листья это ветки можно сказать это ветки а вот это вот у него такие ветки еще стерильные внутри которые находятся которые оберегают корневую систему а еще они ее и кормят потому что там всякие мушки всякие эти маленькие туда заползают залетают и он этим питается ему это нравится вот такое вот растение сейчас будем его пересаживать этого красавца я конечно приготовила два кашпо сейчас я его выну оттуда и буду смотреть просто одно такое широковатое совсем но сейчас я посмотрю что у него там с корнями он конечно у меня туда помой вообще в роз здесь у меня мог спад сейчас я его выпущу и буду стараться чтобы не повредить ни в коем случае но так редко там сидит ух ты ну все наконец-то я его оттуда достучала вот он у меня здесь выходит такой тяжеленький там у меня керамзит и здесь конечно у меня полностью вот это вот корневой вот этот ком просто просто даже вообще ничего убирать не буду чтобы его не повредить ну вот они как раз очень хорошо стерильные его ветки листья как это можно назвать видите какие их ни в коем случае не надо вот эти вот сухие тоже убирать ничего не нужно убирать так оставить я его купаю в душе в теплом прям сверху но редко могу раз в неделю как бы перелива не любит все что перелив любит все растения не любят перелива их лучше не долить чем перелить это я вообще говорю очень часто и это большая ошибка тоже особенно которая начинает только заниматься увлекаются растениями и в первую очередь конечно совершают именно переливы лучше не доливать лучше не давить чем перелить ну корневая у него хорошая это растение у меня уже давно уже несколько лет и у меня есть очень такое подробное видео и он у меня кстати рост на коряге если кому-то интересно я оставлю ссылочку наверху можете перейти и посмотреть очень интересное видео вам понравится сейчас я им приготовила вот такой вот готовый грунт для орхидей там мелкая кора ему это как раз подойдет видите какая она тут перемешку с перли там такая вот такой субстрат конечно бы я не совсем сказал что-то для орхидей ну вот как раз вот этот для эпифитов в принципе будет хорошо даже можно будет и добавить и земельки возможно здесь вот конечно хочется увесить еще магазины кстати я же его не не стряхивала но здесь все как конечно корнями не хочется мне рисовалась все вообще но скорее всего вот такое кашпо я ему сделаем оно невысокое и широкое ему будет здесь очень комфортно сейчас померяю ох тяжеленький какой видите как очень даже интересно потому что на стену мне совершенно здесь некуда его будет подвесить будет пока у меня расти в кашку на дно я положу керамзит сейчас даже с этого горшка где он у меня рос я перевалю сюда керамзит добавлю грунта отлично но этот горшок прям ему прям хорошо идеально растение очень тяжелое и не будет переваливать в кашпо все таки но керамика конечно не выглядит очень благородно нравится керамическим кашпо очень очень украшает это растение комнату в интерьере смотрится в общем хорошо очень интересное растение любит рассеянный свет даже любит чуть-чуть солнечные лучи но не обжигающие поливаю раз в неделю устраиваем теплый душ прям вверх все такой воздушный грунт я говорю его можно просто в кору посадить или на корягу очень даже интересно если место позволяет а вообще у меня мечта прям сделать но это в будущем все уголок хочу прямо оформить сделать такой тропический орхидеи там у меня чтобы росли в общем апельситы создать им идеальные прям условия где-то применить какие-то коряги очень даже будет красиво водопадик но это все в будущем ну вот так получилось выглядит неплохо сейчас я здесь приберу и продолжим место душа можно использовать вот такой пулилизатор тоже очень хорошо я им и поливаю растения допустим если тяжелые бывают я устраиваю вот такой вот такая водичка комнатной температуры все вы видите как отлично как ему здесь хорошо будет мне прям нравится и смотрится с вредителями я не встречалась не могу сказать не было вредителей никаких на нем но подкармливаю ну да и мы иногда подкармливаю очень редко ну может два раза в месяц фертикой как все остальные растения растения в общем-то беспроблемное неприхотливое вот его главное не перелить и все и смотрится в интерьере очень красиво я вообще люблю папоротники они так украшают вообще обязательно посмотрите видео где я его сажала на корягу очень интересное видео подробное вам понравится увидимся в следующем видео подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии still или 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 или